Всем привет вы на канале поделки самоделки и с вами Андрей. Сегодня я сделаю мини замок и для этого заказал такой интересный набор силиконовых форм для мини стройки. При помощи которого можно сделать неограниченное количество кирпичиков своими руками. Набор форм под номером 1 я заказывал на сайте формоделов.ru. Ссылочка на него будет в описании под видео. Так что если хотите производить также свои кирпичики заходите на сайт. Формы выполнены качественно и значит их хватит надолго. В наборе есть формы для разных элементов. Закругленные и прямые блоки, окна, двери, балки и другие детали. Ну а мы приступим и начнем готовить раствор для приготовления блоков. В емкость нальем 380 граммов воды отмерив при помощи весов. Дальше дольем 10 миллилитров красителя черного цвета и перемешаем. Теперь нам понадобится обычный строительный гипс 1 килограмм и специальный порошок пластификатор свв 500 30 грамм. Его можно приобрести в интернете. В емкость в которой будем мешать раствор наливаем подкрашенную воду и всыпаем пластификатор. Все хорошенько перемешиваем. Не переставая перемешивать начинаем добавлять небольшими частями весь гипс. Кстати можно замешать просто один гипс с водой но только в этом случае кирпичики получится белый и немного другой структуры. В итоге получится вот такой сметанообразный раствор немного напоминающий не ньютоновскую жидкость. Для смачивания форм нам понадобится обычная мыльная вода которую мы залили в распылитель. Выливаем полученный раствор в силиконовые формы. Как видите пластификатор придает раствору свойство текучести и он хорошо заполняет каждую выемку. При помощи шпателя распределяем раствор по поверхности формы. Когда все готово нужно немного утрамбовать формы чтобы пузырьки воздуха всплыли наверх. Спустя несколько часов когда раствор окончательно затвердел начинаем доставать кирпичики и элементы аккуратно доставая их с формы. После этого мы помоем форму и она будет готова к следующей заливке. Сами кирпичики достаются несложно. Если конечно не забывать смачивать мыльным раствором. Как видите из одного набора у нас получились вот такие элементы. Есть доски для пола с текстурой. Двери как настоящие. Вот такие интересные окна и арки. Маленькая черепица для крыши и плитка для полов. А также половинки блоков и целые. А еще я сделал вот такую кельму для каменщика. Убираем все в сторону. И для основы возьмем вот такой небольшой кусок гипсокартона. Циркулем рисуем два круга нужного диаметра. При помощи кельмы замешиваем раствор для кладки. Для него мы взяли шпаклевку для гипсокартона. Засыпаем ее в воду пока раствор полностью не покроет воду. Хорошенько перемешиваем до образования густой массы. Возьмем слегка закругленные блоки для башен. И по контуру кладем раствор для первого ряда. На него аккуратно по линии укладываем блоки. Не забывая класть раствор на торец предыдущего блока. Таким образом не спеша начинаем выкладывать первый ряд нашей башни. Этот процесс очень увлекательный и творческий. В конце ряда если остается узкая щель кладем заранее подпиленный под размер блок. Продолжаем и таким же образом укладываем второй ряд и далее все последующие. Из таких блоков можно строить любые здания которые только можно себе вообразить. Этот процесс очень увлекательный. Вторую башню мы сделали немного меньшего диаметра. Не забывайте вытирать влажной губкой лишний раствор с кирпичной кладки. Когда мы возвели обе башни до восьмого ряда. Берем три блока доски и отмечаем по линии реза карандашом. Для их крепления возьмем вот такие машикули и приклеим на термоклей примерно вот здесь. По четыре штуки на каждую башню. Когда все готово приклеиваем доски нашего моста который соединит две башни. Немного выравниваем вот так все готово. Теперь измеряем внутренний диаметр башен и по нему делаем бумажные шаблоны. Из деревянных палочек при помощи клея собираем вот такие две детали пола для башен. Выглядит по моему очень неплохо. Чтобы пол не провалился при помощи термоклея делаем вот такие крепления на которые потом ляжет пол. Кладем пол на обе башни и продолжаем класть блоки. Но теперь уже не завершая круг оставляя проход возле моста. По краю моста также клеим один ряд блоков. На одной из башен на четвертом ряду вставляем элемент окна и продолжаем класть блоки. Друзья на нашем канале очень много интересных идей и поделок. Чтобы не пропустить новые поделки подписывайся на канал и жми на колокольчик чтобы не пропустить новые видео. Напишите в комментариях хотели бы вы приобрести набор таких блоков для мини стройки у нас. Ну вот и готовы обе башни нашего замка. Но только на одной из них чего-то не хватает. Давайте сделаем красивую крышу. Из деревянных палочек и термоклея мы сделали вот такой купол крыши. Смотрите как идеально он становится на башне. Но это еще не все. Нужно покласть черепицу чтобы наша крыша смотрелась более реалистично. Начиная с нижнего ряда начинаем класть маленькую черепицу приклеивая ее на термоклей. Черепичка маленькая поэтому возьмем пинцет. так дело пойдет намного быстрее. Ряд за рядом поднимаемся все выше и выше и купол крыши начинает преображаться. Все готово. По моему вышло очень красиво. Накрываем большую башню куполом крыши. Как видите одна башня с бойницами. Она будет сторожевая. Соединяется мостом с жилой башней. При желании можно построить целый древний город с мостами и зданиями. Если хочешь увидеть как мы это делаем пиши в комментариях и ставь лайк. С таким мини замком можно играть в мини баталии. Можно поставить на полку и он будет украшением вашего стола или комнаты. Еще можно в одной из башен сделать копилку для сокровищ. Пиши свои варианты использования данных кирпичиков. Немного украсив получим вот такой старинный замок. Набор форм под номером 1 я заказывал на сайте формоделов.ru. Ссылочка на него будет в описании под видео. Так что если хотите производить также свои кирпичики заходите на сайт. А с вами был Андрей на канале поделки самоделки. До следующего видео друзья. Пока. Пока.